Приветствую вас! Я полагаю, что ставить вопрос о том, правильно что-либо или неправильно, достаточно некорректным, потому что то, что правильно или неправильно, определяет сам человек. Я понимаю, что вы хотите получить от нас поддержку, я понимаю, что вы хотите получить от нас какого-то такого убедения, что вы верно как-то вот движетесь, что вы верно понимаете. Но я хочу сказать, что даже в этом случае, в случае, когда мама контролирует, в случае, когда мама как-то вот ограничивает своего ребенка, да, в каких-либо действиях поступка, даже в этом случае не всегда, далеко не всегда человек испытывает какой-то негатив. Ну да, как правило, испытывает, как правило, но далеко не всегда. Поэтому, что правильно, а что нет, решаете вы. И уж точно нельзя говорить о том, что, ну, что вот прям какое-то явление, всё в целом неправильно. Вот. Нет. Однозначно можно говорить о том, что когда человек использует, использует, к примеру, там, термин, да, правильно или неправильно, то речь идёт о хорошо и плохо. То есть, по сути, вот, если так, свестив всё к общему знаменателю, то когда человек говорит, что что-то правильно, а что-то нет, он говорит, что что-то плохо, а что-то нет, что-то хорошо. На самом деле, это у нас несколько детская позиция, просто в жизни плохого и хорошего не бывает, а бывают несколько иные категории, например, категория вреда и пользы для каждого конкретного человека. Вот. И бывают какие-то общие законы природы, которые справедливые для всего и вся, а также как справедливые законы науки. Ну, точная наука, к примеру, физики, там, и так далее. Все, естественно. И если честно, если честно, то я довольно хорошо понимаю вас, я довольно хорошо понимаю, почему вы используете, ну, такую терминологию, да, почему вы используете терминологию, што-то правильно, што-то неправильно. Вот, я достаточно хорошо понимаю вас, вот, я даю себя течет, что в этом плане вы еще скорее всего не выросли. В этом плане вы еще скорее всего не подрослили. В этом плане вы еще скорее всего эмоционально недостаточно зрелы, если можно так конечно выразиться. И именно это является, ну, в общем-то, негативным. Именно это представляет для вас негатив, в плане того, что вам это несёт вред. Очень серьёзный, очень большой, и, возможно, вы даже чувствуете себя неудовлетворенно на эмоциональном уровне, на подсознательном, на чувственном уровне. Вы, ну, вот, на мой взгляд, значит, ну, не чувствуете себя свободным, не чувствуете себя взрослым, не чувствуете себя самостоятельным. Вот. Является ли это проблемой? Да, является проблемой, потому что вам будет, собственно говоря, тяжело по жизни дальше. Вот. И решается ли ваша проблема? Да, решается. Решается за счёт транзактного анализа, то есть, ну, для решения таких проблем активно используется транзактный анализ, значит, и метод расстановок. Всё. Ну, это уже другое дело, что, другое дело, что это уже работа, работа непосредственно с вами, да, то есть, это уже индивидуальная терапия. Вот. Но, тем не менее, тем не менее, вот так. То есть, по сути, вам коллега сказал очень ценную вещь, очень правильную вещь, что вы не осознаёте, что вы же взрослый, вы не осознаёте, что то поведение, которое вы выбирали, вектор, которого вы выбрали, когда-то в детстве, чтобы получать, ну, к примеру, успех, чтобы получать какой-то результат, да, то есть, вот вы сделали, как мама, например, хочет, и мама довольна, довольна, и вам, в общем-то, хорошо. Вот. Сейчас, на данный момент, ну, это так уже не работает. Сейчас, на данный момент, так не получится. Сейчас, на данный момент, вы не сможете ничего добиться подобным методом. Но, как бы это не звучало, но вы продолжаете по инерции использовать такую вот модель поведения по инерции. Потому что другого, другого поведения, другой модели поведения, вы не знаете. И вот наша задача, как психологов, показать, да, показать, что другая модель поведения есть, она существует, её можно использовать, она такая же, а то и более эффективная. Самое главное, что вам от этого никакого вреда нет и быть не может. Даже наоборот, в этом смысле, ну, даже наоборот, в этом смысле, вы получаете гораздо больше плюсов, гораздо больше позитива, гораздо больше возможностей для собственной реализации, ну, и так далее. И так далее, и так далее, и так далее, и так далее. Вот. Значит, давайте мы с вами ещё посмотрим, что вы написали. Значит, что делать, если мама власть на человек? Выходить из-под её властью, перестать, значит, переставать потихонечку смотреть на неё как на маму, да, видеть в ней всё-таки уже сейчас живого и, я полагаю, значит, пожилого человека, вот, со своими страхами, со своими какими-то переживаниями. С своими, ну, своими проблемами, вот, и, соответственно, принимать её, как бы, такой, вот, какая она есть. Понимать, что её поведение, оно нацелено, да, не на вас, как вы думали в детстве, в силу своего детского, в силу своего юноческого, ну, детского, детского мышления, да. Вот. А её поведение направлено исключительно только на себя. Ну, что касается неуверенности и скованности, то это немножко другая история, мама здесь абсолютно ни при чём, это уже вы. Вот. То есть, понятно, что, мам, поведение там, мам, влияет, да, то есть, отношения, поведение мам, мам, безусловно, влияет. Но только вам работать с тем, чтобы чувствовать себя скованно и чувствовать себя, ну, к примеру, как-то, как-то неуверенно, да. Вот. Только вам надо с этим работать, вот. И, соответственно, скованность – это принятие себя, потому что вы себя стыдите. Вот. То есть, работа со стыдом – это первое и важное направление в деятельности, вот. А уверенность в себе достигается путём занятия, значит, деятельности, которая действительно, ну, была бы вам интересна, то есть, занятия, ну, значит, уверенность в себе достигается путём, как раз таки, организации живой какой-то вот деятельности, да, живого какого-то круга взаимодействия, да, вот. Вот. А, и, соответственно, в виде результаты, вот, а вы, значит, будете чувствовать себя более уверен, более уверен. Так же очень важно раскрывать свои чувства, вот. Вот. То есть, лучше, лучше владеть своими чувствами, вот, принимать свои чувства, вот. Ну, этому тоже нужно учиться, повышая свой эмоциональный, да, интеллект, вот, который у вас сейчас находится, ну, ниже, который у вас сейчас находится, на достаточно низком уровне. Вот. Вот так, я думаю, можно вам ответить. Вот. 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 Так вот, вам можно ответить на ваш вопрос. Вот. Значит, эм... Так, давайте сейчас я посмотрю ещё. Да. 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 Это называется отсутствие эмоциональной сепарируемости от своей мамы. Вот. Обращайтесь, эм... Буду рад вам помочь. На этом всё. Если у вас остались вопросы, пишите в личку, буду рад помочь. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. Я желаю вам всего самого доброго и удачи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова